Максим Багаев, наш IT-эксперт, в прямом эфире программы Доброе Утро. Сегодня мы действительно расскажем нашим зрителям про изобретение наших, как это, российских специалистов или ученых, как правильно сказать? Ну, я бы не сказал даже как изобретение, я бы сказал как разработку. Разработка, хорошо. Да, да. То есть у нас вообще последних там лет, не знаю, лет, наверное, 13-14, да, то есть у нас есть такой процесс, как импортозамещение сначала автомобильных производителей, то есть говорили, что, ребят, то есть вам будут налоговые льготы, откройте здесь заводы, производите запчасти, мы хотим иметь собственную промышленность по производству автомобилей и запчастей. Примерно то же самое сейчас этот же опыт пытаются повторить, то есть и в электронной промышленности. Ну, все знают, что с 2014 года мы стали попадать под санкции, то есть нам постоянно то поставляют, то не поставляют. То есть и сейчас как бы оказаться, например, в мире, где как бы нам как пример китайского Huawei показывает, что можно высокотехнологического одного из IT-гигантов просто превратить как бы в компанию, которая не может поставлять свою продукцию вообще куда-либо и получить какие-то компоненты. То есть вопрос о создании собственной базы процессоров, собственных сборочных производств, собственных разработчиков, он стоит очень серьезно. То есть, как вы знаете, мы неплохо поставляем оружие, то есть нам необходимо в эти шахматы вставить электронику и так далее. То есть и чтобы сдвинуть вообще с мертвой точки производство электроники, то есть есть целый ряд мер. То есть у нас государство частично оплачивает переход, ну, создание собственной электронной промышленности. Делается это за счет добавленной стоимости. То есть если вы, например, идете в конкурс федеральный, либо региональный, то есть и предлагаете технику российского производителя, которая произведет либо частично, либо на территории как бы России полностью, то есть там есть уровни локализации, вы получаете, например, ценовое преимущество в 20%. Что-то для меня, как для простого потребителя дает. То есть вот стоит это покупать? Смотри, то есть два года назад, то есть я видел презентацию, то есть был первый процессор, который показывала та же самая компания, это был процессор Байкальчик. Байкальчик. То есть фактически, то есть это был двухъядерный процессор, который подходил только для управления там станками, то есть там либо какие-то терминалы. То есть это была совсем невысокая производительность, которая предлагалась за суперденьги, как бы, и которая была интересна только госорганам, где вообще нельзя поставлять импортную продукцию. Сейчас уже, как бы, то есть вот Байкал М1, то есть это уже примерно уровень Core i3-7300, то есть это где-то 2016 год, то есть это примерно отставание в 6-7 лет, то есть для обычного уровня. Цена дикая, то есть дело в том, что вот эти блоки, материнские платы, процессоры производятся, ну там, партиями там в тысячи штук. То есть для электроники это вообще не партия, то есть там они привыкли мерить все там, там сколько, как бы, сколько Apple закажет там материнских плат под свои iPhone, ну не знаю, там миллионов 300, как бы, то есть и все понимают, что, ну вот это вот там ключевой заказчик, как бы для TSMC тайваньской, а на той же самой тайваньской фабрике, потому что у нас нет, собственно, производства в настоящий момент, да, то есть по технологии 28 нанометров, это опять же где-то там 6 лет отставания, то есть от ведущих, то есть у нас производятся процессоры Байкал. Так вот, сейчас Байкал М1, то есть это, ну такой большой шаг по сравнению с предыдущим, да, то есть, но достаточно серьезное отставание вот это. Сможем ли мы с вами остаться полностью без компьютеров, то есть и, ну, без иностранных, и там заменить все Байкал, ну, на сегодняшний момент лучше этого не делать. То есть стоимость этого, стоимость этого системного блока, ну, аналогичного, то есть на интеловском процессоре, то есть будет примерно 40-50 тысяч рублей, то есть стоимость вот этого, как бы, то есть 140 тысяч рублей, то есть это разница, как бы, ну, разница в стоимости там больше, чем в три раза. Чего? Да. Представь, причем в другую сторону, да, на обычной как-то. Да, это получается, что вот я эти ящики буду поставлять в госкомпании и стану миллиардером, так получается? Нет, нет, нет. То есть наценка, то есть вообще вот, когда мы в конкурсах участвуем, то есть на поставке, то есть там маржинальность составляет 1, 2, 3, то есть если ты поставил что-то там 6-7 процентов, то есть это божественно, то есть вообще просто, то есть, ну, как бы уровень наценки и так далее. Ну, и я могу так сказать, что если там, допустим, ты сам не производишь, я не знаю, сколько маржинальность, то есть у компании Байкал, да, Потому что у них есть разработка, у них есть производство образцов, то есть это очень дорогое. То есть если ты смотришь, что процессор произведен, например, за 30 долларов и продается за 300, тебе кажется, что они заработали тысячу процентов. А фактически это не так. Его процессор разработки, оказывается, что этот процессор стоил 250. И плюс 30, и то же 280. Да, да, да. Вот, слушай, примерно цифры, причем ты вполне адекватный говоришь. Но с другой стороны, есть большой плюс. То есть есть наши силовики, то есть есть Министерство обороны, то есть есть налоговая, есть различные большие государственные заказчики, как РЖД, которые заинтересованы в том, чтобы иметь парк компьютеров, которые являются защищенными, которые являются, с одной стороны, то есть они покупают более дорогие компьютеры, а с другой стороны, в перспективе они создают отрасль, которые не позволят нам превратиться, ну, вы знаете, да, как Россию называют, ну, там, наши, как бы, наши, там, форумах, как бы, когда обсуждают электронику. Они говорят, что мы, это Африка с сибирскими морозами. То есть вот чтобы не превратиться в Африку с сибирскими морозами, как бы... Приятно. Ну да, да, то есть они говорят, что если, как бы, убрать всю электронику, всю электронику, да, то есть мы, собственно говоря, можем сразу же вернуться где-то примерно век в 19-й, как бы, то есть вот, не хотелось бы. То есть я вот лично, как бы, я понимаю, что это здорово, это классно, то есть мы сейчас, я видел принтеры, то есть которые, как бы, которые локализованы. Есть такой... Внимание, внимание, зрители! Название принтеру. Катюша. Кто придумывает вот эти названия? Нет, то есть квадрокетом, танком, техники, принтер Катюша. У тебя процессор какой? Байкал. Ну что? А принтер Катюша? А принтер Катюша. Ну как? Ну слушайте, я еще... И колонка Алиса. Ну опять же, да. То есть, в принципе, сейчас это, как бы, сейчас это кажется, там, там, дикостью. Мы понимаем, что это можно приобрести аналоги, которые будут стоить, там, в разы дешевле. Но если посмотреть на некоторую перспективу, да, фабрика по производству электроники, вот, чипов, да, то есть она стоит в зависимости от технологий от сотен миллиардов до триллионов. Ну, то есть вот так вот. То есть там стоимость полтора триллиона может составлять. Срок окупаемости, то есть если тебе принадлежит примерно 30% всего мирового рынка, то есть и ты окупаешься в течение, там, 15 лет. Компания по производству, которая производит вот это оборудование для электроники, то есть одна голландская, а АСМЛ, мы не можем приобрести, то есть России просто не продадут это оборудование, то есть это невозможно. То есть нам просто скажут, что вы там Крыма дайте, тогда, как бы, тогда все нормально. Второй, как бы, второй момент очень серьезный. То есть вложить такие деньги в надежде на этот рынок и окупать такое время никакая коммерческая структура не будет. Максим, покажи нам, как работает. Все нормально, то есть, в принципе, смотри. Оттуда зрители вот смотрят то, что ты сейчас рассказываешь, думают, а вообще работать будет или нет? Нет, слушайте, все нормально. Что тебе покажет сейчас? Все нормально, то есть есть тот же самый, то есть есть там, есть офисные приложения. Комп работает на Линуксе, кстати. Да, комп работает на Линуксе, на русской версии, называется она AltLinux. И здесь, естественно, есть, то есть вы можете поставить, то есть здесь стоит Firefox, то есть знакомый многим, он здесь стоит просто по умолчанию. Есть, собственно, репозитарий, то есть программное обеспечение, которое, как бы, вы можете одним кликом, точно так же, как в App Store или в Google Play, то есть поставить. То есть есть офисные приложения, есть браузеры, просмотрщики, просмотрщики фотографии, редакторы. То есть есть куча программного обеспечения, которое пишется конкретно под заказчиков. То есть, соответственно, если в госзаказчик приходит, он говорит, у нас есть под AltLinux написанная система, SWE там, 1S, То есть вот это все разработали в большей степени для каких-то государственных компаний, не для простого потребителя. Абсолютно верно. До простого потребителя. То есть мы фактически с вами сейчас станем только потребителями этого всего. Мы вот разговаривали с коллегой из ТВК, он говорит, о, слушай, а я на таком компьютере сдавал экзамены в ГАИ, да? Вот, я про что говорю, что, то есть это дома, условно говоря, это вряд ли у кого-то будет появляться. Дай бог нам не оказаться в ситуации, когда это все окажется у нас дома. Потому что, ну, реально мы получим просто дорогую технику, которая, как бы, которая будет стоить больших денег, то есть, ну, это будет говорить о том, что, как бы, ну, все. Максим, спасибо за то, что вы нам открыли, непонятно что. Зрители пишут, задают вопросы, есть ли сапер? Слушай, есть сапер, аналог есть, то есть Microsoft пока не локализовал, то есть это программное обеспечение, то есть подает Linux, но есть сторонние приложения, которые могут тоже потратить огромное количество времени. Как-то устанавливать надо дополнительно. Да, конечно, конечно. Вот и топ разговора, значит, аппарат российского производства порядка 140 тысяч. Это даже без сапера? Да, аналог 40-50 уже, ну, это, в принципе, наверное, и нормально, потому что аналог от гиганта ты получаешь, да, мирового производства, а наши только там делают первые шаги. Максим Багаев был у нас сегодня в гостях, наш IT-эксперт, поговорили про новый российский процессор под названием «Байкал». Ждем гостей. Байкал. Байкал. Байкал.